была и погода хорошая и она приехала на час не будем вдаваться в подробности что она делает и она подумала что там что-то происходит не несогласованное ребята ее распилили тогда все прям загорелись этой идеей для меня это было тоже что-то выход вообще за рамки и меня увезли в гон это так видимо действует сама самоизоляция всем привет на связи культурный центр порт и это очередной выпуск онлайн модификации нашего культурно-просветительского проекта волшебная гора во втором сезоне которого мы беседуем с ведущими представителями творческого сообщества сургута и югры и сегодня у нас в гостях организатор фестивале граффити и стрит-арта гаражи автор проекта школа граффити гаражи популяризатор вообще культуры стрит-арта в сургуте и в югре максим яровой максим привет привет юрий спасибо что позвали спасибо что пришел естественно сегодня мы будем в большей степени говорить про стрит-арт и граффити но начать я хотел бы немножечко с другого времени когда ты еще этим не занимался насколько я знаю первые твои такие шаги в сфере культуры города проходили в плане организации каких-то вечеринок и создание флешмульт фильмов вот расскажи про этот период почему-то начал этим заниматься как это происходило и почему перешел к стрит-арту в конечном итоге еще в школе у меня были такие мысли как по поводу проведения вечеринок так и по анимации ну и вообще в принципе я увлекался рисованием рисовал обычно на переменах и вокруг меня собирались одноклассники и смотрели за процессом как я рисовал часто рисовал карикатуры на учителей и на своих друзей-одноклассников вечеринки это было ну как некая идея мечта организовать что-то я увлекался танцами брэк-данс и мне хотелось как-то сделать более яркими эти мероприятия в школе в школе не успели поэтому соответственно а в студенчестве я учился и как-то тоже особо этим не занимался а вот на работе молодежное объединение сургут нефтегазе проводила различные мероприятия интересные и я прям с головой погрузился вот в творческие мероприятия и мне хотелось почувствовать себя в качестве организатора и при этом так как все-таки я увлекался рисованием мне это был такой формат близок соответственно я и попытался вечеринки делать в с таким вот с такой изюминкой то есть в виде декорации оформления мы в клубе получается с художниками и на тот момент они были разные мы рисовали и создавали тематические вечеринки это какие годы примерно в 2009 и 2010 год то есть порядка 10 вечеринок мы проводили в клубе на тот момент это клуб кирпич легендарное место на до до того как туда пришли энтузиасты художники там в основном диджея у них были промо-группы они проводили мероприятия из тематического это было что-то такое вот типа хэллоуин или на новый год где было ярко интересно приходили в костюмах то есть готовились к этим мероприятиям заранее мне такой формат показался интересным и я захотел свое какое-то видение внести в вечеринки и самое первое это было алиса в стране чудес то есть еще с того момента как я в школе рисовал за партой я как-то научился вот вот эти использовать образы из массовой культуры потому что на них аудитория как-то реагирует получается я учился в гимназии и у нас было изо то есть в плане базы я получил хорошая хорошую базу в рисовании но мне хотелось в каком-то своем ключе и рисовать изобрать изображать какие-то идеи задумки соответственно если брать вот из что-то из фильмов или из комиксов что-то узнаваемое такое массовое то получается эффект достаточно большой и сильный на аудиторию соответственно алиса в стране чудес которую мы провели в пятницу это пятницы по сравнению с субботой были не столько популярные дни но она на тот момент как что называется выстрелила и мы начали проводить и сотрудничать с диджеями с художниками и целую череду вечеринок провели комаров сургута ты начал рисовать раньше или позже комары сургута я очень сильно увлекался анимацией я если говорить еще до школы рисовал и рис и учился как раз на мультфильмах волта диснея и я останавливал на тот момент когда вот допустим у меня был кассетный видеомагнитофон я останавливал мультфильмы и срисовывал король лев допустим там очень много персонажей тимон пумба я их обважал и прорисовывал мне было удивительно интересно как можно было характер персонажей передать через их внешний вид образ к тому же так ну как как-то нарисовано не живописно а именно персонализировано то есть как персонаж мне это всегда было интересно и я мечтал о своих персонажах здесь я взял конечно как пример это масяня которая на в школьные годы было очень популярно и после мультфильма масяня многие увлеклись флешем и анимации вообще да даже я вот я увлекался анимацией участвовал даже в мероприятиях компартия в спейсе она проходила комары сургута как они возникли естественно я просто нас посмотрел где живу сургуте здесь очень много мошкары комаров и начал этих персонажей оживлять создавать сначала у меня первый персонаж был это дряха это мой одноклассник андрей большов я нарисовал его назвал персонажа по его имени а потом уже вот начал рисовать комаров то есть различные персонажи сюжеты и я создал четыре ролика комары сургута да очень классные ролики там не только комары как олицетворение вообще города но и различные другие особенности так скажем сургута показаны так интересно здравствуйте а вы на ленина верите садись дорогой довезем тебя куда надо да там были и особенности сургута и опять же какие-то отсылки к массовой культуре например один из мультфильмов он пародирует сериал доктора доктор хаус и сам сама вот эта заставка она была узнаваемая и я думал что мультфильмы тоже как бы выстрелят да вот как вечеринка но получилось так что youtube на тот момент еще не был таким прям популярным местом да и по моему я ну то есть я я не умел и тубом пользоваться и но мультики выложил тем не менее сейчас когда youtube стал одной из главных социальных сетей не думаешь продолжить эту тему и что-нибудь нарисовать новое актуальное в именно в рамках комаров или это уже все закрытая страница я к этому не дело в том что анимация сама по себе она на тот момент вот когда я этим увлекался это достаточно сложный процесс и в первую очередь как рисованием так и созданием сюжета потому что чтобы это было интересно необходимо какие-то шутки отсылки все это придумывать на тот момент я встречался с к вен щеками из нашего города и с ними придумывали что называется накидывали идей шуток то есть это на что оказывается понятно понятно почему там такие интересные сюжеты да это достаточно сложная сложный процесс дело в том что я и в к вене участвовал поэтому мне знакомо как как пишутся шутки как вообще выстраивается вот это все на самом деле я очень горд за то что вот в нашем городе вот эта школа квн она достаточно популярная и оттуда можно скажем так черпать вдохновение вдохновение и идеи потому что юмор он конечно очень важное место занимает в медиа поэтому достаточно сложно нужно команду создавать нужно искать талантливых ребят сценаристов поэтому как-то у меня это перешло в граффити то есть все таки мне ближе я же не сценарист мне ближе изобразительное искусство граффити и стрит-арт и соответственно я как-то вот в эту область влился влился да я видел поначалу некоторые изображения трафаретные как раз таки с комарами с комарами сургута это и был видимо переход от анимации к стрит-арту да да кстати когда вот у тебя идея рождается в голове ты пробуешь различные форматы ее как бы идея одна но ты ее пробуешь в различных форматах это были мультфильмы это соответственно граффити то есть на тех гаражах которые около моего дома я как раз тоже нарисовал этих комаров и трафарет сделал с комарами стрит-арт меня на тот момент тоже вдохновлял и удивлял своей какой-то точностью как как это можно было и быстротой как можно было передать как какие-то образы посыл для аудитории перейдем к фестивалю гаражи я так понимаю что первый фестиваль был сделан нелегально без каких-то согласований просто ты решил облагородить то место рядом с которым жил и либо это все все-таки носила какой-то отчасти официальный статус это было все официально то есть мы провели гаражи фест под эгидой молодежного объединения сургут нефтегаза как раз я на тот момент был в активе молодежного объединения и я видел как ребята организовывают различные интересные масштабные мероприятия но у меня не было навыков организаторских соответственно я как раз на клубе кирпич потренировался проведению вечеринок и у меня всегда была такая идея о фестивале чтобы развивать культуру граффити стрит-арта познакомиться с ребятами кто вообще рисует и увлекается граффити и рядом со мной были гаражи и я увидел что на них сидели как-то ребята когда я это увидел мне показалось такая как идея картина если бы эту стенку гаражей изобразить в виде фотографии где на над нью-йорком строители сфотографированные на стройке и у меня получается именно как как бы от обыгрывания вот этого объекта гаражи и пошла дальше идея фестиваля я получил разрешение от владельца от собственника этих гаражей это и соответственно но мы провели то есть позвали сделали как бы объявление что будет фестиваль и собрали восемь команд это были все сургутские художники да это были сургутские в основном это были ребята которые вот в молодежном объединении сургут нефтегаза состояли они были взрослые ребята на нем тоже было интересно рисовать попробовать себя в граффити но в то в то же время я приглашал и ну вот на второй год я уже приглашал вне конкурса ребят из города кто увлекается давно граффити стрит-артом ты амакса заставу когда уже начал заниматься стрит-артом нет я о нем только лишь слышал и это было в первую волну популярности граффити когда тоже проводили по россии различные мероприятия и о нем я только слышал и знал что он именно увлекается шрифтами и когда мы говорим о граффити это в первую очередь шрифты когда уличный художник пишет свое имя каким-то своим уникальным почерком дальше как развивался фестиваль еще несколько раз ты его провел на той же площадке да по моему прежде чем он стал более масштабным как он развивался до стимола и как он потом в итоге попал стимул фестиваль вот гараже fest он как бы был все равно моей инициативой и скажем так я каждый год искал бюджет на него по партнеров до в молодежном объединении мне удалось два года провести это мероприятие затем я стал искать дальше возможности его проведения и пришел в администрацию в молодежная комитет молодежной политики или департамент культуры и молодежной политики и мне предложили ну как бы с моими идеями участвовать в проекте стены города который на тот момент тоже с 2011 года существовал у меня было свое видение этого мероприятия то есть я хотел обязательно это как ивент как мероприятие чтобы можно было прийти послушать музыку и тоже посмотреть на художников что художники они себя чувствовали как звезды этого мероприятия то есть фокус все-таки на них но под такую атмосферу соответственно мне пришлось самостоятельно искать ну то есть я решил не участвовать в стенах города мне пришлось самостоятельно искать партнеров и каждый год вот я искал нашел предложил сетимолу и расскажи еще какие партнеры были чтобы порадовать их и мотивировать другие компании участвовать в подобных проектах был по мобилайн билайн откликнулись потом сургут лак спасибо им большое за то что они поддерживают такие творческие мероприятия и наверное и практически если хотите попасть в этот достойный список принимайте участие в развитии культуры сургута уважаемые владельцы различных корпораций компаний и прочих организаций окей сетимол ты к ним сам пришел или они как-то тебя нашли сами сетимол мы с ними по моему я к ним пришел и предложил провести и мероприятие дело в том что иногда бывает что дождь идет и а у сетимола крытая парковка и я предложил там где сейчас находится black star burger там у нас провел прошел в 2014 году фестиваль гаражи fest и там мы сделали нам пришлось возвести стены это тоже спасибо сетимолу за их организм организацию помощь в этом и помимо этого мы еще и open air устроили все это проходило на день молодежи то есть там очень интересная площадка очень много было участников и на следующий год кстати в 2000 если ошибаюсь пятнадцатом году прошел молодежный фестиваль где был и holy fest и вот на площадке сетимола то есть это был очень вот для молодежи действительно такой настоящий день молодежи ну да была очень насыщенная программа и гаражи фест был просто частью да мы участвовали уже на той стороне где сейчас арт арт-объекты это volkswagen в стене и остановка которая полностью разрисована даже с асфальтом художником из екатеринбурга рома бантик но в пятнадцатом году вы только начали вот этот выход к автобусам внутри разрисовывать да и там были была конкурсная программа приглашенные художники из других городов да были у нас всегда в принципе участвовали художники из соседних городов это вот нижний вартов ханты мансийск и из ноябрь ска даже приезжали регулярно вот в том году как раз приехали девочки девочки из ноябрьская прям команда сан-арт они участвовали эти рисунки которые были нарисованы они сейчас там есть их можно увидеть а если вернуться в 14 год когда вы возвели стены на парковке после фестиваля их пришлось в принципе демонтировать по моему почти сразу да спустя где-то год а спустя год да ну то есть год они провисели в принципе это для стрит-арта даже достаточно достаточно неплохо если бы это было где-то в гаражах они могли бы просуществовать меньше да вообще конечно почему мы делаем стараемся делать все легально то есть согласовывать стены чтобы это в дальнейшем не закрашивалась ни какими-то муниципальными службами и те же самые художники участники дети которые пришли на мероприятие и когда они видят как это рисуется когда они знают этих художников то меньше происходит порчи этих рисунков и они как бы служат для горожан дольше что я имею ввиду то есть можно сфотографироваться на фоне этих стен ну и приятней самому проходить мимо граффити да они местами абстрактные но там чувствуется авторство ты знаешь что за каждым рисунком стоит определенный художник в шестнадцатом году по моему фестиваль опять вернулся в гараже возле детской библиотеки 25 микрорайоне почему так произошло и как прошел фестиваль в этом году в шестнадцатом году я несколько лет ну так как я искал финансирование то есть я искал и рассылал коммерческие предложения и их я научился делать еще когда вечеринки проводил и также участвовал в грантовых конкурсах и я два года подряд ездил в ханты-мансийск и выигрывал выиграл вот во второй год мне удалось выиграть грант соответственно у меня было финансирование а тот объект гаражи который был вот изначально там очень много стен и с одной стороны мы разукрасили и была возможность разрисовать с другой стороны то есть мне хотелось создать из этого объекта арт-объект когда на нем сами художники рисуют и создают свои работы самостоятельно в принципе это удалось то есть там действительно как арт-объект и там периодически возникают новые работы в этом году я сам даже нарисовал работу на этом объекте не то ли это работа которая читается только с одной точки да то есть как раз ту стену которую в первом фестивале мы обыграли в качестве фото строителей на балке над нью-йорком кстати для того чтобы вот эту фотографию сделать мы тогда заказали автовышку и она приехала на час чтобы всех участников сфотографировать тоже с определенной точки сверху там были фотографы я в общем ребята я помню r17 они и видео и фото снимали с автовышки а в этом году те же стены даже их где-то четыре этих стен там угол я нарисовал логотип одной кофейной компании до одной кофей да на ней изображена медуза ой медуза не веду за русалка русалка ну по сути она медуза ну что это имеется ввиду что русалка сирена она это мифическое существо как хищник потому что она своей песней пучины морские заманивает моряков и убивает насколько я помню ну не будем вдаваться в подробности что она делает но она ведет себя как хищник и я ее изобразил в маске хищника это персонаж тоже из поп-культуры довольно известный и вот у русалки там так изображен изображены ее локоны а вот у этого хищника у него типа дреды это то есть я соединил два образа и хищник он как хамелеон он прячется в среде а тут соответственно так получилось что как раз в него невозможно увидеть полную картину этого ну этой русалки только если вот с одной точки ты ее увидишь то есть рисунок как бы спрятан недалеко от культурного центра порта видел еще одна подобную русалку сколько их всего по городу прямо стрит-арт интервенции ну это так видимо действует самая самоизоляция когда тебе хочется творчеством позаниматься до их несколько действительно это был как некий такой скажем так тизер вот это вот этой работы ну в общем я тоже творческий человек и могу себе позволить порисовать вот до сих пор то есть какие-то и и идеи авторские творческие мне хочется тоже воплощать в семнадцатом году фестиваль гаражи прошел на базе культурно на территории культурного центра порт и именно тогда появились большие граффити булата сайфулина и влада аллеева на морскую тематику которую украсили наш фасад что можешь вспомнить про этот фестиваль что там было интересного и что тебе запомнилось да мы в принципе давно с культурным центром порт дружим и соответственно участвуем в различных мероприятиях и кстати ты вел даже был ведущим открытие порта когда порт только открылся 17 ноября двенадцатого года да я проводил открытие и проводил печи кучи которые тоже там зараживались начинались поэтому хотелось как-то быть причастным к этому месту к этому сообществу и например фасад мы разукрашивали с нашими преподавателями и учениками и тогда мы пригласили влада аллеева и булата сайфулина чтобы они создали некий такой арт-объект и мы получается обыграли черный выход или вход помещение служа крыльцо служебного выхода да то есть влад аллеев он тоже любит так рисовать без ограничений то есть а наша задача фестиваля школы граффити как раз тоже рисовать без ограничений то есть для чего мы вот и стараемся искать например легальные стены чтобы художник в момент своего развития он скажем так не заморачивался где ему рисовать да а взял вот краску и у него есть стены все он рисует он общается с ребятами и и тут же он видит как можно рисовать обязательно должно быть скажем так особенно у молодого поколения должны быть какие-то примеры то есть как это можно сделать и вот влад аллеев он конечно интересно обыгрывает тоже пространство среду то есть он вот там получается из и и лестницу и майская 10 обыграл то есть получился очень классный арт-объект до многие когда иду на работу или выхожу с работы там фотографируется частенько это действительно очень классно получилось с 18 года фестиваль возобновил свое проведение на площадке сети молла и одним из самых ярких был наверное фестиваль с участием рома бантика который ты упоминал и который создал вот этот вот самое большое каллиграффити как какой у него официальный статус за пределами москвы или москвы и питера на тот момент это было это было вот на восемнадцатый год сейчас я точно не могу сказать возможно екатеринбург то есть красном пас наверно сделал да ну то есть после москвы питера и предположим ну да перри и после екатеринбурга скорее скорее всего вот сургуте такая масштабная работа была но в восемнадцатом году это точно и дело в том что восемнадцатый девятнадцатый год мне с организацией фестиваля фестивалем очень помогала моя жена дарья берегой и соответственно нам удалось очень это мир и эти мероприятия и сделать скажем так с изюминкой с идеей и в то же время осветить широко потому что очень важно не только провести мероприятие но и осветить его и на тот момент вот как мы позвали рому бантика я стараюсь прислушиваться к участникам фестиваля потому что все-таки фестиваль делается в первую очередь для художников и я как организатор я должен понимать а что нужно художник и тогда вот александр марков мне прислал 4 ссылки на художников и моментально быстро мне ответил рома бантик и и я отправил всего лишь фотографию на которой была остановка у меня в голове не было мысли что ее можно разукрасить он эту идею сам на фотографии увидев этот объект предложил сделал красивую презентацию буквально за несколько часов мы отправили в city mall и нам согласовали для меня это было тоже что-то выход вообще за рамки и сам по себе этот художник очень открытый и он очень инициативный и такой в нем прям авторство на первом месте да получился один из вообще лучших туристических объектов в городе там постоянно проходят фотосессии свадьбы свадебные фотосессии просто фотосессии очень классное место еще через год вы сделали объект с автобусом который выезжает из стены мне кажется это тоже достаточно было интересный процесс где вы его достали как его туда затащили ну расскажи тоже поподробнее эту идею мы увидели в москве где увидели машину в стене это же такую идею предложили стимолу им идея очень понравилась и они одобрили после чего мы уже стали думать как ее реализовать я начал всех знакомым писать звонить если машины какие-то примеры скидывать сообщества хотелось быть организуя фестиваль не в узком своем сообществе художников а как бы контактировать с другими ребятами в нашем городе и вот есть автолюбители которые тоже творческие люди по натуре и мы начали им писать вот есть ребята true гараж они получается там вот шамиль я ему скидывал информацию он поддержал идею но машины мы так пока и не нашли то есть мы начали дальше уже искать искать и я обратился к еще одному своему знакомому это андрей походин и он у него глаз как бы в этом плане как правильно сказать ну то есть он знает такие автомобили интересные в городе и он нашел в где-то за чертой вообще города этот автомобиль потом шла серия каких-то встреч договоренностей и мы ее нашли и уже большой командой привезли ее в сургут и вот в на станцию true гараж ребята ее распилили и потом получается привезли прям накануне фестиваля это было что-то такое удивительное для нас это невероятное то есть тогда все прям загорелись этой идеей влад алиев со своей команды они уже тоже придумывали идеи как ее обыграть расписать и мы ее реализовали это было что-то такое для нас удивительно это действительно выход за как и за какие-то рамки да это тоже крутой объект то есть сначала каллиграфическая остановка потом автомобиль на двадцатый год тоже была какая-то такая изюминка планировали планировалось ли тобой которая не состоялась по понятным причинам да мы заметили что в рамках наших фестивалей мы создаем такие объекты похожие на циклорам вот фотографы или наши зрители если интересно посмотрите что такое циклорама и такая циклорама кстати вот стоит в сети молли в рамках девятнадцатого года помимо автомобиля мы создали в виде комиксов и там разрисован и и земля ну на которой можно стоять и стены и в двадцатом году мы хотели пойти еще дальше и создать что-то связанное в общем с цифровыми технологиями я полностью идея не буду рассказывать но мы с не с некоторыми художниками уже эти идеи скажем так ими поделились и обсуждали да но не удалось к сожалению реализовать ну желаю чтобы в двадцать первом году все-таки и фестиваль смог состояться в полном объеме да и мы тоже смогли начать работать в привычном режиме что касается фестивалей граффити параллельно с ними ты еще занимался другими проектами в частности совместно с булатом сайфулиным вы делали вернисаж уличной культуры behind the wall первый такой можно сказать тестовый и 2 масштабный который проходил на парковке вершины расскажи тоже об этих проектах и о своей роли в них так так как вот я занимался фестивалем и а до этого вечеринками то есть у меня был большой опыт организации мероприятий и составление скажем так сметы этих мероприятий то есть что чтобы скажем так не уйти в минус потому что для организаторов различных мероприятий это частое явление и получается тогда у булата вот когда вообще мы с ним начали какие-то мероприятия обсуждать идеями делиться у него было очень много различных интересных идей и он меня как участника своей команды то есть он позвал поучаствовать и что мне нравилось у булата несмотря на то что вот он как он художник но тем не менее у него все по полочкам было и каждый человек в творческом коллективе занимался своим делом соответственно такие мероприятия как например вершине они конечно же делаются в команде и очень важно здесь скажем так работать что называется слаженно мероприятие было очень успешным ярким и ну я не помню каких-то подобных вот проведенных на парковке не считая гараже фест там-то тоже булат участвовал кстати с картинами и мы тогда позвали макса 13 это был гость и в принципе очень много было людей кто-то кто туда пришел все были довольны этим мероприятием то есть она скажем так удалось это был первый опыт работы с как с приглашенным с приглашенной звездой стрит-арта так скажем но он тогда может еще не был звездой но потом он стал как бы одним из ведущих мне кажется художников граффити в россии и позвать его была идея булата моя задача часто просто прислушиваться к художникам причем разного возраста и максимально стараться какими-то ресурсами им помочь подсказать так и родилась наша школа граффити гаражи девятилетний художник клим звонил с ой писал в контакте с декабря где-то мне когда вы откроете школу граффити и как-то не хочется игнорировать молодежь хочется прислушиваться и максимально что-то делать для них все-таки наш город сургут он же как мне кажется молодежным и он писал мне месяца три-четыре и это меня побудило искать место для школы граффити потому что дает для до этого мы с фестивалем проводили еще мастер-классы регулярно ездили в нижний вартовск проводили там мастер-класс все мы нашли место и стали проводить уроки школы граффити то есть в моей деятельности задача прислушиваться к творческим ребятам которые мне пишут что-то интересуются начиналось это да там банально где купить граффити краску как попасть вам на фестиваль где можно порисовать в сургуте легально и так далее сколько лет существует школа граффити вот мне написал в 2016 году клим внутри 3-4 года где-то ну учитывая что мастер-класс то более четырех лет с 16 года к тебе в основном ходят школьного возраста наверное да ученики за эти четыре с лишним года кто-нибудь из них достиг каких-нибудь таких высот для того чтобы участвовать в том же фестивале рисовать какие-то работы стать более менее известным популярным из ребят кто вот участвовал скажем так сначала школа проходила в виде мастер-классов и каких-то каком-то больше как наставничестве и участие в конкурсах мы же еще различные проводим конкурсы например на день нефтяника регулярно проходит конкурс граффити для художников там разного уровня участники и вот вараз еритян он участвовал неоднократно и в культурном центре порт с спрей-артом да он также мне просто говорил о том что он хочет попробовать спрей-арт всем и мы получается на фестиваль который проходил первый в сеть молли мы прям буквально накануне накануне приобрели ему все необходимые инструменты то есть поехали вместе в леонардо купили там какие-то штуки для вот спрей-арта что ему нужно было что-то он у него уже было и он там попробовал спрей-арт потом у нас екатерина горячкина также участвовала в дворовом фестивале в нас позвали с мастер-классом она у нас поучаствовала и потом пришла к нам в школу граффити после чего она вот втянулась в мероприятия различные в городе в творческие ну да она сейчас участник арт-группы насколько я знаю да участвует вот она регулярно и на фестивале успела поучаствовать гаражи fest и на различных в конкурсных вот на день нефтяника также участвовала и с нами ездила в в города вот района в ульте гун да вот расскажи насколько я знаю и фестиваль и различные мастер-классы школа граффити у тебя не ограничиваются границами сургута но так или иначе это поближе ближайшим каким-то городам тоже распространяется твое влияние может быть даже и по-моему про тюме в тюмени что-то да ты говорил в общем расскажи про свою интервенцию за пределы сургута в плане стрит-арта и граффити с мастер-классами мы давно ездили мы побывали в нижнего артовский и даже в стрижевом это томская область также получается с различными мероприятиями и ездили и по близ лежащим населенным пунктом типа белый яр поселок барсова и получается к нам на фестиваль также приезжают художники из приезжали из других городов вот как я сказал или даже из янау до ноябрьск из тюмени приезжал художник морс и мы же со всеми поддерживаем контакты общение и стараемся как-то делиться нашим опытом и какой-то возможно каким-то нашим видением как можно развивать в своем населенном пункте культуру граффити стрит-арта ну то есть в большей части чаще всего к тебе обращаются кто-то с предложением провести там серию мастер-классов или там какую-то разрисовку стен да и тут же идут какие-то коммерческие проекты параллельно с фестивалями которые развивают авторство существует еще и коммерческая сторона вот этой культуры потому что граффити можно рисовать на заказ и соответственно но художник это должен естественно понимать потому что и в том числе и заказчик он должен это понимать что если художник рисует у него где-то в баре или там разукрашивает его гараж то это как идет как заказ и он должен платить как за материалы так и за услуги росписи ну то есть вот такая ситуация когда приходит заказчик и говорит разрешат разрешаю вам нарисовать мой логотип в моем заведении но платить вам за это ничего не буду такое насколько часто бывает и что с этим делать сейчас в сургуте с этим поменьше и с этим нужно работать через фестивали как я сказал что потенциальные заказчики они прямо на фестивале и вот когда они видят арт-объекты и смотрят что работаем с авторством они смотрятся более живыми и там посетители заведений они они же тоже знают что за этой работой стоит определенный художник определенная личность а часто бывает такое что работы на заказ они обезличены и они не несут своей какой-то задачи окей давай поговорим в целом а стрит арте в сургуте хотел бы по нескольким проектам и местам пройтись и первое в списке это так называемый холл фэйм сургутского стрит арта то есть вот этот вот аллея с какими-то заборами между улицей нефтяников и кукуевицкого изначально ее как раз таки амакс насколько я понимаю как бы оформил как какую-то такую серию работ в стиле граффити потом она сама по себе как бы художники начали там делать новые работы то есть в принципе место само по себе обрело какой-то такой определенный статус после чего когда она уже стала популярным различные структуры стали пытаться как бы всю славу этого места отжать себе там проходил по моему пару лет назад такое мероприятие как в альгало стрит-арт-эвент они там по-моему как волгало джем до волгало джем там они как-то пытались переименовать это все все вот эту вот улицу полностью перекрасили все работы потом вот общественник олег избаш сейчас занимается этим пространством в принципе его идеи тоже хорошие сделать там точку притяжения но вот он тоже его решил назвать по-новому таким названием молодежный переулок вот я с ним беседовал на эту тему что это не очень хорошее название вроде как там что-то он его сконтактировал с амаксом они может быть что что-то там подумают на эту тему вот что ты можешь сказать вообще про это место про то что с ним происходит какие у него перспективы мне нравится что такое большое внимание ему уделяется что это место она становится так таким культовым и чем больше таких мест в городе тем лучше потому что для творческих людей нужны какие-то места силы и таким местом для уличных художников вот можно сказать является вот этот вот этот переулок я помню олег избаш еще давно назвал его и повесил там вот эту вывеску молодежный переулок я там снимал видео где описывал вот эти работы на тот момент приезжая художница из москвы которая нарисовала фасад около сбербанка девятиэтажный она да она там нарисовала лису очень красивая работа и потом еще там были приезжие художники в один год обновился скажем так этот переулок очень много было граффити и я запечатлел это на видео и выложил у себя в на канале и организации организатор как раз волгала джема он это видео увидел и но он мне писал об этом что благодаря этому видео он и нашел место для своего мероприятия и это же классно это же вообще здорово что происходит такое такая коммуникация даже в раз в различных форматах мероприятий то есть был это уникальный вот холла фэйм сургуте затем ему в том числе присуждается вот такое название волгала вол до или как волгала и о нем узнает больше людей сообщества вот этого вот волгала например что стараюсь делать я прохожу частенько в том переулке и удаляю незаконную рекламу потому что незаконная реклама это такой же вандализм как и незаконная граффити где ну который детишки рисуют просто вот впервые взял баллончик и начал рисовать пошел по городу теги некрасивые и незаконная реклама это такой же вандализм и соответственно вот и я по крайней мере удаляю эту рекламу с граффити то есть тем самым граффити дольше живет и радует горожан их авторов но они кажется тебе что вот этот мероприятие волгала она была профинансирована насколько я понимаю то есть можно было эти деньги потратить на то чтобы сделать какой-нибудь ну взять какое-нибудь некрасивое место в городе у нас есть такие места чего уж греха таить и сделать из него вот то что у них получилось сделать там и у нас бы было и вот это холл фейм и было бы еще одно место как бы появилась бы вместо одного места 2 может быть такой быть путь был бы интереснее и полезнее дело в том что там это было как мероприятие то есть примерно такой такой же подход как и вот у меня в плане проведения гараже феста потому что художникам необходимо у них не стоит задачи что-то там облагородить да у них стоит задача самовыразиться и часто это происходит через общение и когда к нам приезжают допустим гости или если бы приехал амакс это как искра которая зажигает всех на год вперед ну вот это вот мероприятие у всех ребят глаза горят они рисуют то есть они ловят вдохновение да и это заряжает а по поводу новых мест они создаются как-то вот арт-объекты они все-таки должны создаваться естественным путем как и само вот это место будь то сквер молодежный ну неважно как мы его назовем да но она она есть и она там создалось уникально еще один большой объект который у нас в городе существует это граффити культура улиц насколько я знаю ты тоже какой к нему какое-то имеешь отношение расскажи об этом проекте как он появился мы общались с художниками с александром марковым и как обычно в момент общения обмениваешься какими-то мыслями идеями и так получилось что в тот момент была и погода хорошая и краска нашлась и все как-то так сошлось сошлось на тот момент это было как если говорить о самом процессе то это конечно было не совсем по каким-либо регламентом выполнено но так как уже давно эту стенку разукрашивали граффити приезжие художники в рамках проекта стены города и она около университета то эту стенку я так понял как бы легализовали ну примерно как и холла фэйм который должны были легализовать но когда я уточнял этот момент а если бумажка вот например я собираю на каждый объект который у меня уже три гараже это гаражи недалеко от культурного центра порт это первые гаражи на федорово 5 недалеко от федорово 5 и гаражи напротив дода пиццы которые в этом году тоже превратились в такой вот арт-объект с изображением черепашки ниндзя очень красивый такой получился и у меня есть разрешение на эти объекты когда я уточнял у организаторов если такая бумажка на волгала хорфи мне сказали что как бы этот момент не добили и официальной бумаги нет но я знаю допустим важность этого момента потому что когда я проводил фестиваль на ну вот на тех гаражах а у меня с собой не было не было не было бумаги и меня увезли в гом интересно перед фестивалем позвонила охранница которая не знала ну вот с рядом здание же у и она подумала что там что-то происходит не не согласованная у меня в мир не без добрых людей да у меня были бумаги но дело в том что в тот в том году из-за дождя мне пришлось перенести а мы писали в том числе и в ввд ну то есть куда необходимо мы писали и с собой у меня не оказалось и получается да что ну в общем в гоме там вы разобрались достаточно оперативно это да я на я написал как есть то и что вот что это фестиваль тебя отпустили до фестиваль стоялся хорошо скульптурой улиц но я понял официальный статус не очень определенный ну то есть это выглядит так что вы просто хорошая погода позвонил там написал художником вы собрались и просто его взяли за день и сделали за несколько дней за несколько дней но это не знаю как это просто такой из да такая здоровенная стена такое большое граффити неужели такого спонтанно просто можно было взять и красить нарисовать дело в том что какие-то эскизы же дело в том что в сургуте есть неформальная как бы такое сообщество культура вот культура граффити уникальная она в сургуте есть и если кому интересно я сам обратил внимание что ребята стали так больше вот ну как то как там в соцсетях себя позиционировать да под таким названием lost kids mag mag магазин lost kids mag это прям как субкультура на самом деле это то что о чем наверное я мечтал создать какую-то такую гаражную субкультуру где где бы уличные художники для них это было ну как как то важнее не какое-то хулиганство а больше что-то типа самовыражение и гаражи для меня это некая такая метафора да то есть это вот вот внешние стены гаража это как раз коммерция заказ заказы там какая-то реклама а внутри гаража это твой мир это твой то над чем ты что тебя вдохновить вдохновляет твои какие-то твое видение и lost kids магазин это вот такая некая такая субкультура они еще фотографируют на пленочные фотоаппараты они стараются ловить момент как я понял и у них граффити одно из тоже важных мест в их культуре и я читал статьи этих ребят и они за пределами даже россии то есть их культура разошлась это целое сообщество хорошо как ты участвовал ли ты и в том процессе когда появилась информация о том что вот это граффити культура улиц собираются закрасить и нарисовать там березки и по ну пошла волна как такого как бы не протеста как ну возмущение стороны не только художников но и вообще просто жителей сургута которые писали там соцсетях на страницах администрации на страницах того проекта который вот хотел перекрасить это все как-то ты участвовал в этом и как ты отнесся к тому что в итоге победил здравый смысл игра граффити осталось да у нас в принципе налаживается вот это вот общение среди сообщества художников различных уровней да то есть вот прям андеграунд конкретный есть художники которые скажем так больше на таком высоком уровне да они там и коммерческие заказы выполняют и участвуют в различных мероприятиях там и и социальные какие-то вот и получается дело в том что березки природа это это может быть может удовлетворять определенные как бы население да как мне кажется а вот в какие-то авторские работы они же более более молодежные и я думаю что молодежи тоже хотелось бы как там чувствовать что город в котором они живут да вот это вот эта среда она как-то отображает молодежность то есть вот это отражение молодежности оно же должно в городе но по крайней мере мы через фестиваль стараемся вот эти вот это вот отражение передавать и через и через среду через стены потому что молодежь начиная там со школьного со школьных лет они же живут в городе вот я например будем так говорить все свои какие-то не ну непристойные слова которые я узнал я их увидел вот первые первые слова на стенах и вот либо у нас то есть стены они как отражают культуру города и вот если у нас будет преобладать преобладать кровь красивая граффити молодежная стрит-арт настоящий и на высоком уровне то молодежь она как бы будет вот это чувствовать она будет во-первых понимать что в городе есть место для молодежи и второе мы будем работать в этом плане над повышением как как бы культуры то есть что ребенок взял баллончик в руки но он изучил а кто стоит за этими граффити художники а я может быть также могу он ему напишет заведется какой-то диалог на появится наставничество и будет меньше вандализма вот я так думаю хорошая сверх идея в прошлом выпуске когда мы общались была там с айфулиным я вот задавал ему этот вопрос хочу задать его тебе по поводу муралов которые у нас есть в городе их два и оба они сделаны приглашенными художниками которые которых привезли чисто под эти заказы они их нарисовали уехали то есть это не фестивальная история когда какие-то приезжают художники там делятся опытом общаются друг с другом а чисто такая коммерческая при этом у нас в сургуте много достойных художников ну как бы о чем мы собственно и говорили сегодня весь выпуск но некоторые из них причем даже рисуют муралы в других городах но сургуте почему-то происходит все не так может быть у булата не было ответа на этот вопрос может быть ты что-нибудь знаешь или вообще какое твое мнение ну сургут это же как говорят вахтовый город и я не удивлюсь если уже вахтовики художники приехали и разукрасили наши фасады ну а если серьезно я думаю что если вот творческие ребят будут скажем так извне приглашать то наш город так и останется вахтовом ну что ж максим спасибо за увлекательный рассказ за беседу о стрит арте и граффити желаю тебе новых успехов с одной стороны самоизоляция карантин мешает проведению там каких-то ивентов с другой стороны наоборот стимулирует вот даже тебя и я думаю многих других на какое-то другое творчество поиск новых форматов поэтому успехов тебе во всем спасибо что пришел и до новых встреч в новых выпусках спасибо что пригласили было приятно пообщаться до новых встреч субтитры делал DimaTorzok субтитры делал DimaTorzok